Тепломагистраль на улице Самарцево. Работы в разгаре. Улица Перекопана. У жителей двух многоэтажек нет горячей воды уже несколько недель. И не будет до 30 июля. Но такие меры необходимы. Трубы здесь устарели. Срок службы истек. Их меняли еще в 79-м. На месте прежних труб, которым более 30 лет, прокладывают новые. С пенополиуретановой изоляцией. Покрытие защищает сети от влаги и коррозии. Новые сети соединяют уже реконструированные участки теплотрассы. Перед установкой трубы тщательно проверяют. Те, которые ревизию не прошли, отправляют производителю. Качество полиэтиленовой оболочки, наличие отслоений изоляционного слоя, овальность трубы проверяется. Ведется проверка сопроводительной документации, подтверждающая качество элементов трубы. Отремонтировать тепломагистраль и уложить дорожное полотно планируют до 10 сентября. Работаем с 8 до 7 вечера. Самое важное сейчас нам закончить объем работы по участку. Это перекресток улицы Демиана Бедного и Худякова. А на улице Институтской объект теплоснабжения уже реконструировали. Эта котельная возведена в прошлом году на месте устаревшей. Она оснащена новым современным оборудованием и полностью автоматизирована. Управление осуществляется с диспетчерского пункта. Здесь есть резервные источники питания и датчики, которые отслеживают утечку воды, газа и другие неполадки. К котельной подключены 10 многоквартирников. Первый отопительный сезон прошел успешно. Отлично показала себя котельная. Да, где-то два месяца мы настраивали, налаживали автоматику. Но этот наладочный режим прошел. Котельная работает штатно, без каких-либо отклонений. Планы по благоустройству других объектов обсудили сегодня на пресс-конференции. Сегодня мы уже проектируем с компанией Остек совместно замену сетей во дворах в рамках 2022 года. В будущем эти темпы будут только наращиваться для того, чтобы обеспечить максимальную синхронность и уложиться в очень короткие сроки межотопительного периода. В этом году специалисты планируют реконструировать еще две котельные в районе Дока и деревни Матмассы. Сейчас там идет демонтаж старых зданий. Дарина Халина, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.